Доброе утро! В эфире вновь новости в студии Гор Матаев. Начинаем выпуск. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в международном форуме Российская энергетическая неделя. Она пройдет с 3 по 6 октября в Москве. В частности, Виктор Томенко примет участие в пленарном заседании по председательствам президента России Владимира Путина. Также губернатор проведет ряд встреч с руководителями крупнейших энергетических компаний. В частности, перспективы развития энергосистемы Алтайского края обсудят с генеральным директором МРСК Сибири Виталием Ивановым. Отметим, в Алтайском крае уделяют повышенное внимание вопросам развития энергетики. Регион обладает одной из самых протяженных в стране энергосетевой инфраструктурой. Плотное взаимодействие с энергокомпаниями позволяет привлекать в отрасль энергетики значительные инвестиции. А они, в свою очередь, позволяют обеспечить надежное электроснабжение самых отдаленных уголков края. И о спорте. Стало известно, где хоккейная команда Алтай сможет проводить матчи первенства высшей хоккейной лиги после закрытия Дворца спорта. К проведению соревнований официально допущена Карандин-арена в Барнауле. Первые игры на новом льду пройдут 9 и 10 октября. Это будут домашние матчи с Кубком Южный Урал-Металлург. Правда, вмещает арена всего 320 болельщиков, поэтому задерживаться надолго в Карандин-арене хоккеисты не намерены. Рассчитывают, что уже после матчей с Металлургом вернутся на родную площадку во Дворец спорта и зрелищ. 9 октября состоится суд, где и решится, откроется Дворец спорта в ближайшее время или нет. Напомню, он был закрыт по решению Железнодорожного суда Барнаула 8 августа в связи с нарушениями норм безопасности до их полного устранения. И к новостям культуры. Балом в Савое оперетой в трех действиях откроют новый сезон в Алтайском государственном музыкальном театре. На балу соберутся все сливки общества. Самые богатые и влиятельные. Подробности у Анны Муратовой. Оперетта «Бал в Савое» впервые на Алтае. И ставит ее главный режиссер музыкального театра Константин Яковлев. Интересна она тем, что написана была в 30-е годы, когда в моду входили новые мелодии и ритмы. Пал Абрахам сделал невозможное. Он соединил две принципиально разных культуры. Это культура европейская, европейская оперетты, это вальсы, польки. И культуру американскую. Эстрадную американскую культуру. Это как раз все танцевальные жанры того времени, 20-30-х годов. Чарльз Стон, Шимми. Главный герой Маркиз Жестен де Фаблас – муж, который собирается изменить жене. Идет на бал в Савое, чтобы встретиться с танцевщицей, любовницей. Ведь когда-то он пообещал ей ужин в любое время и в любом месте. Он женился на актрисе. Уехали они на год отдыхать. И этот год он был просто послушным, хорошим семьянином настоящим. И приехав в свою привычную среду, его окружение начало его вынуждать вернуться к прежней жизни. Вот эти балы, кутежи, вот эти вот, вот эти змеи, вот эти дамы прекрасные. Мадлен – жена. Когда узнает о намерениях мужа, не собирается сидеть, сложа руки. Устроить скандал – нехитрое дело. Она тоже отправится на бал. Вспомнит, что когда была актрисой, лихо могла перевоплотиться. Для сегодняшнего бала в Савой мне необходим туалет. Что-нибудь дерзкое, фривольное. Нет, нет, еще смелее. Мне нужен туалет, как отки. Так вот, изменять или не изменять, ходить ли на бал со своей женой или все-таки встречаться там с прекрасной танголитой. Это выбор будет стоять перед нашим героем Жестеном, который сразится в очередной раз, как и все герои, за всех мужчин. И будет доказывать, что они имеют на это право. Как закрутится такая авантюра и до какого момента супруги смогут друг друга водить за нос? Об этой интриге узнаете на премьере Аперетты 2-3-4 октября в 18.30. Приглашаем всех на бал Маскарад в Савое. Анна Муратова, Денис Кузьменко. Новости. Музыкально-драматический спектакль «Василий Шукшин. Человек земли» предстоит в Москве. Премьера в столице состоится сегодня в Театре Российской Армии. Основную роль в постановке играет актер театра и кино Андрей Мерзликин. Масштабное действие позволяет зрителю погрузиться в другую эпоху. Помимо музыки, отрывков из литературных произведений Василия Шукшина, в постановке есть кадры, кинохроники, фрагменты его фильмов, письма, воспоминания и дневниковые заметки. На создание спектакля «Человек земли» автора сценария и дирижера постановщика Антона Жукова вдохновило участие в Шукшинском фестивале. Всем участникам подарили девятитомные собрания сочинений Василия Макаровича. И когда Жуков начал читать письма Шукшина, понял, что это именно тот материал, который ему нужен. Получается, что спектакль родился на родине Василия Макаровича. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова